Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики, гости моего канала. Сегодня, как я и обещал, на обзоре магнитола Интерфунк, именно Функ, мне уже поправляли, потому что не Интерфунк, это Интерфунк для западно-германского рынка. Магнитола 1984 года, но вообще мы ее будем рассматривать, наверное, как Тошиба RT-SX4. Как я и сказал, магнитола для германского рынка, по одним сведениям она была сделана для каталога Отто, по другим сведениям была сделана для каталога Куэлли, я тут не могу сказать точно. Ну что, давайте поднемся таким, маленьким-маленьким сухим фактором по нее. Значит, что мы имеем? Частотный диапазон, самое главное, от 40 до 14 тысяч Гц. 4 поддиапазона радио FM от 88 до 108, SW от 5,9 до 15,4 МГц, MW 256,5 до 1606,5 КГц и LW 145-270 КГц. Что касается радио, конечно, здесь японцы перещеголяли всех, наверное, в таком формате. И забегая наперед, хочу сказать, что, конечно, радио принимает очень шикарно. Очень великолепно, очень хороший, чуткий прием у магнитолки. И плюс, опять-таки, 4 поддиапазона. Я даже пару раз там сидел в Турцию, ловил. Мне очень нравится. То есть, езди или черпун, а если еще и на природе, посидеть по волнам, побегать. Что до акустики? Значит, два динамика 10-сантиметровых и два пьезика стоит. Суммарная мощность 10 Вт. Вес магнитола 3,9 кг. Еще были модельки TA и TC. И они были сделаны, то они отличались, точнее, только лишь напряжением. 120 Вольт. Для японского рынка магнитола не поставлялась. То есть, 100 Вольтовых нет. То есть, есть на 240 Вольт и на 120 Вольт тоже две магнитолки. Так, ну а теперь, что до особенностей самой магнитолы. Самая главная, самая первая особенность. То есть, 1984 год. Посмотрите на этот дизайн. Просто великолепно. Это уже позже, потом Sharp выйдет с QT серии. А в 1984 году Toshiba выпускает вот такой строгий, минималистичный, но довольно-таки функциональный аппарат. Ну, теперь давайте рассмотрим основные функции магнитолы. Значит, я уже как сказал, что радио четырехдиапазонное очень хорошее. Это один огромнейший плюс. Второй плюс у магнитолы реверсная дека. Для 1984 года это, конечно, очень-очень хорошо. Плюс реверсная дека была очень интересно сделана. Я уже в предыдущем видео показывал, что головка и прижимные ролики смонтированы вот на этой крышке. Сейчас я покажу, как. Вот, смотрите, это крышечка наша. И вот, если вот так вот, видите? Головка реверсная. И прижимные ролики. И они прямо здесь на крышке. Очень оригинальное решение, так как потом делали Sony в своих вольтманах. Также, значит, управление самой декой типа soft-touch. Ну, типа, типа. Ну, довольно-таки мягонько, мягонько нажимаются кнопочки. Как перемотки, так и воспроизведения. Также есть псевдо-поиск типа по паузе. Если мы вот так вот нажмем. То есть не нужно нам нажимать стоп. Отпускаем. Также дальше идет перемотка. Реверс. Реверс работает кнопкой manual. То есть в любой момент можете переключить. Ну, и также задаете, в каком режиме будет реверс работать. Выход на наушники. Баланс. Громкость. Переключение стерео-мона. Переключение режимов tape. Радио. И что я хочу сразу же вам отметить. Сама магнитола оборудована фонокорректором. То есть мы можем переключиться на AUX или на фонокорректор. Сзади я покажу. Там есть даже соответствующий тоже переключатель. Ну, и также переключение на микрофон. И переключатель для четырех поддиапазонов радио. Вот здесь вот у нас. Здесь у нас микрофончик, ручечка, точнее колесико настройки диапазона радио. Точная подстройка под радио. И пятиполосный эквалайзер. Специально я пять полос поставил в ноль. Для того, чтобы мы сейчас включим погромче. И вы послушайте, как он играет в нуле. А потом мы подвигаем эквалайзеры. Пять светодиодов. Первые два у нас указывают направление воспроизведения. Пауэрбат работает всегда. FM стереотюнинг это у нас уже в радио. А вот зеленый тюнинг, я так и не понял, когда он включается. Он то тухнет, вот как сейчас. То потом настраивается. Ну, вот такое, я бы сказал, более приблуда. Что касается воспроизведения, я специально с кассеты. Значит громкость, честно вам скажу, выше половины уже смысла нет крутить. Дальше он начинает уже, конечно, запираться. Он довольно-таки громкий. Потому что 10 ватт все-таки. Вот так он звучит у нас, когда эквалайзеры стоят в нуле. Ну, теперь ставим птичку. Ощутимо сразу прибавляет он низу. Потому что все-таки, если они заявляют, что частотка от 40, то есть, ну, низ довольно-таки сразу хорошо проявляется. Ну, а вот громкость. Вот, даже если уже больше половины я начинаю ставить, он уже начинает лететь в этот раз. Но, опять же, ни каких-то уровнях запись не зависит. Но, сам факт. Специально вам хочу показать, как срабатывает реверс. То есть, в принципе, протяжка довольно-таки громкая. Вот, если вы услышите. Но, при всем при этом, конечно, очень быстро, без всяких задержек, как у Sharp'а, у того же 939-го. То есть, срабатывает она практически мгновенно. Здесь, конечно, Toshiba, ну, высший класс. На таком маленьком аппаратике. На таком дешевом аппаратике. Обратная сторона магнитолы. Значит, что у нас здесь? Ну, батарейная цепочка. Подсек под 12 вольт. Нет почему-то для внешнего блока питания. Вывода никакого. Хотя, вот здесь, вот видите, какое-то есть окошко. Может быть, тут оно должно было быть. Может быть, и не было. Два внешних микрофона. Самое, что интересно, значит, два RCI. И один DIN-овский вход. Но, все-таки, 1984 год. И вот тут же сразу же и написано у нас. HON AUG. HON AUX написано. И также у нас есть сразу же вот маленький тут переключатель. То есть, куда мы хотим. Или на AUX, или на фонокорректор переключиться. Очень интересно сделаны сами колонки, как отстегиваются. Вот я вам сейчас покажу. То есть, опять-таки, это ошиба не так, как у всех. Смотрите. Рычажок такой. И колонка вверх не уходит. Нет, вы ее вверх не отстегнете. Она уходит в сторону магнитофона. Вот так. И так же потом она и надевается. Оп. И защелкивается. Довольно-таки хорошо. И интересно продумано. Итак, что я хочу сказать в заключении вообще за эту магнитолу. Очень интересный аппарат. В коллекцию нужен обязательно. Все равно. Это будет Interfunk. Или это будет Toshiba RX-SX. RX-SX4. Тут без разницы. Довольно-таки редкая моделька. Все-таки 1984 год. Плюс реверс. Плюс эквалайзер. Четыре подиапазона радио. В принципе, аппарат очень-очень-очень достойный. И, в принципе, более-менее нормально играющий. Если мы подкорректируем эквалайзером, всегда можно добиться приемлемого звука. Ну что ж. На этом я хочу, в принципе, закончить свой обзор. Итак, повторяю. У нас был аппарат Toshiba RX-SX4. Конкретно этот аппарат. Это брендирован для Германии. Для Германии был сделан Interfunk IF2385. Подписывайтесь на канал. Ставьте палец вверх. Я всегда дружусь для вас. Всем мира, добра, пока-пока.